Закончился брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столкенберга. Он рассказал о завтрашнем саммите стран-участников НАТО и о том, как они планируют помочь Украине. Он сказал, что планируют предоставить оборудование для минимизации киберугроз, минимизации угроз применения химического, бактериологического и ядерного оружия. Есть такие опасения у стран НАТО, потому что Российская Федерация, по их мнению, уже готовит почву для использования такого оружия. И она имеет опыт этого использования, хотя постоянно запускают фейки о том, что якобы украинская власть собирается как-то использовать химикаты в военных целях. Но на самом деле только Россия использовала в Сирии, и это вызывает опасения участникам стран НАТО, потому что последствия применения такого оружия, они неизбежно скажутся и на ситуации в Европе. Россия раньше использовала химические вещества против собственной оппозиции и еще на территории союзника НАТО в Солсбери. И Россия, конечно, была одной из сторон, которая использовала химическое оружие в Сирии. Они содействовали и поддерживали режим Ассада, который фактически несколько раз применял химическое оружие, поэтому мы обеспокоены. Также он рассказал, что действия Путина по борьбе с НАТО, так называемые, привели наоборот к усилению НАТО, и будут дополнительно размещены четыре боевые группы в странах Восточной Европы на восточных границах НАТО. Помимо существующих сейчас в Балтийских странах и Польше, это значит, что мы будем иметь восемь мультинациональных боевых групп вдоль восточного фланга от Балтики до Черного моря. НАТО продолжит поддержку Украине, продолжит предоставлять, страны НАТО будут продолжать предоставлять определенные виды вооружения Украине для того, чтобы она эффективно противостояла Российской Федерации. Также, по его словам, то, что происходит в Украине, это беспрецедентно, и такого Европа не видела со времен Второй мировой войны. В то же время, мы должны помнить, что Украина – большая нация, это крупнейшая страна в Европе с населением более 44 миллионов. Это значительная нация, с сильной армией и войсками обороны.